Ну что ж, мы-то и снова в Киеве. Я уже приезжаю несколько лет подряд. Сразу могу сказать, что Киев мой любимый город. Впервые приезжаю, как бы, в некотором роде сам по себе, не как лидер гражданской обороны, потому что мы как группа, видимо, ну не то что распались, но больше мы в зале играть не будем. Я даже постригся по этому поводу. То есть вокруг нас просто, вокруг всего рока того, что у нас было в СССР, вокруг всего праздника, который был, возникло столько вроде, ну, я не знаю даже, как это назвать, срезурно назвать невозможно, это просто была такая хуйня, что я решил просто это все, в общем-то, забросить, до естественной степени. Либо играть только для своих маленьких зала, как в настоящий момент. Либо в акустике, либо где-нибудь на кухнях, либо еще где-то, и записываться дома. Ну как мы, в общем-то, до этого и дело и работали. В общем-то, такая ситуация. Сегодня концертик будет такой, в некотором роде, спокойный, именно как бы для своих. Если там будут какие-нибудь вопросы, можно там задавать или там записки писать. Так что такое, как бы, состояние спокойное и веселое. Этим летом, я не знаю, может быть, потому что у нас группа такая, или музыка такая, или у нас, как бы сказать, по большому счету религия такая, но мы вот постоянно, у нас так и иначе всегда помирает. Вот, этим летом у нас умер еще один, вот мой старатник. В этом году мы записали новый альбом, вот, но это возможно, как последний альбом, именно как гражданская оборона будет, называется Инструкция по выживанию. Я уже говорил о время, от концерта электрического, когда мы приезжали, что группа распалась, к сожалению. Ромыш занимается, ну, всевозможными религиозными делами, но Ромыш лидер группы Инструкция по выживанию. Альбомы записали по некоторой причине, вот, с одной стороны, потому что, ну, хотелось, чтобы песни, которые Инструкция по выживанию играла и сочиняла в 88-89 году, остались записанные, потому что у них не осталось ни одной нормальной записи, в студии они не записывались вообще, вот. У них будет только несколько зальников и все, вот. Поэтому больше половины концерта, это то, что не осталось записи в оригинальном исполнении Инструкции по выживанию вообще. У нас очень много всевозможных таких суицидальных тем, нас очень много обвиняют в коле, рок-н-ролл, свинья и прочее, что мы, так сказать, вот, чуть ли там, неправозвестники смерти. Ну, в некотором роде, это, с одной стороны, так оно и есть, потому что, ну, у меня такая теория существует по поводу того, чем мы занимаемся, по поводу того, чем вообще, так сказать, ну, как бы, если так взять, некий миф о роке, мне кажется, что рок это типа нечто, типа религии, самоуничтожение. То есть человек, который в эту, скажем, входит там, систему, скажем, рока там или как-то еще, то есть он входит в некие правила игры, в которой человек за некоторое время жизни, может быть, пять лет, то есть достаточно мало, проживает, ну, лет шестьдесят, как обычный человек, эмоционально, потому что каждый концерт нормальный. Это независимо, кто человек играет или находится в зале, человек проживает столько эмоций и столько энергии, в общем-то, из него выходит, что это, ну, неизбежно ведет к тому, что жизнь будет прожита очень скоро. Это то же самое, что было с Яном Кетисом и с Моррисом. Вот, а во-вторых, вот у нас, допустим, гитарист группы Димка Селиванов, который с нами очень долго играл с собой, покончил. У меня существует такое мнение по поводу тех людей, которые кончают с собой, что это не только не грех, а эти люди в некотором роде святые, потому что тот человек, который кончает с собой, он жертвует самым ценным, что для обычного, скажем, для массового человека, самое ценное, то есть жизнь. Да, это жирная жизнь, которая его окружает так или иначе, и система ценностей, которая его окружает. Во имя некой идеи, ну, любой идеи, которую он здесь не нашел, скажем. Это без разницы, какая идея. Вот, это в смысле каждый человек, который ушел таким образом, видимо, святой. Да, это, видимо, сила такая. То есть я к этим людям отношусь с глубоким почтением и уважением вообще. Никого нас сегодня не понимают. Бытует мнение, что то, чем мы занимались долгое время, в 1886, это некая политическая деятельность. За то, что вот, фух, за что у нас Артем Тройский там грязью поливает до сих пор. Вот. Это якобы то, чем, что мы занимаемся политикой в чистом виде. Вот я несколько раз давал интервью, говорил о том, то, что мы занимаемся, по сути, то, что вот эти политические символы, которые у нас встречались, от того, что это не политика, но по большому счету на 70% это вообще не политика. Это, скажем так, это некие образы или символы, некое отношение к некому мироустройству или миропорядку, которое существовало и существует всегда. Просто в то время было легче и более понятнее, скажем там, для всех, для нас, или для массы, для всех. Это так или иначе трансформировать некие политические символы. Вот. То есть это даже, это разговор не о том, что там наши песни антисоветские или не антисоветские. Это, по большому счету, как я, что я в них вложил, что песни антисоциальные. Вопрос. Не кажется ли вам, что некоторые ваши песни носят излишний конъюнктурный характер? Ну, у меня, я сразу могу сказать, что песню сочиняю как бы по некому принципу, что песня должна, с одной стороны, это то, что я полностью выражаю в ней, вот чисто, так сказать, это состояние, вот в данный момент. А вторик песня должна работать. Чтобы она работала, нужно, чтобы, ну, надо было достаточно, скажем, не то, что, скажем, яркая, но достаточно должна быть, ну, скажем, там, с красивой мелодией, там, и еще как-то. Вот, в общем, у меня такое отношение. Вот, в результате возникла, как бы, такой, как бы, парадокс, что, с одной стороны, песня нравится тем, скажем, для кого они предназначены, а с другой стороны, песня нравится гопникам. Вот такая, как бы, возникла ситуация. Что на наших... То есть на наши концерты собираются именно те, вот для кого эти песни, в общем-то, поются. Половина народа — это гопники, которые постоянно бьют морды на концертах, и еще собирается некая самая ненавистная, вот, тусовка, это эстетов. Вот, под руководством, там, тройских всевозможных, и так далее. То есть когда собираются вот эта тусовка пидориев, которые не ходят на все концерты, и постоянно, так сказать, это, слушают, там, какие-то, там, арпеджио, там, и еще такое, там, да. Вот, после этого получается то, что, как бы, вот, то есть у нас вот постоянно, как бы, вот, зал делится, публика в зале, как бы, на три такие части. То есть свои, которых постоянно самое меньшее, конечно, количество в зале, вот, как обычно всегда, то есть их вообще, в общем-то, единицы. Да. Вот. Вот. Постоянно гопники, постоянно, в общем-то, эстеты. Вот. Как вы относитесь к Саше Башлачеву? Фух, я считаю, что Башлачев это самый вот, ну, не знаю даже, как выразить, какой эпидет, это самый вот крутой или честный человек в нашем уроке, который был. Вот. То, что мы с ним встречались в 87-м году, и у нас, как бы, вышла встреча в некотором роде неприятная в то время, то, что некоторое время говорил в интервью, вот, кто орет, вот точно так сказать, то, что я говорил недавно. Вот. То, что мы с ним разговаривали в 87-м году, мне сначала возникло некое такое, не то, что предубеждение, а чувство, что этот человек крайне устал и внутренне умер. Ну, вот я сейчас просто понимаю эту ситуацию, в которой он находится, у меня вот такое чувство, что вот в некотором роде я к ней тоже подхожу, скажем так. То есть, то опустошение, в котором он находился в 88-м году, там, перед смертью, вот, это тоже наступает, в общем-то, и вот, во всей ситуации в нашей стране, в нашем уроке. Вот. Баслачева считают, особенно песни Егоркина «Былина», которые у него, не потому что, скажем, там, «Коламбур» и так далее, это самая, наверное, крутая песня, которая была в советском уроке вообще. Егор, вы собирали свой проект «Коммунизм» воплотить в кинематографе, как это будет выглядеть? Фух. Мы собираемся снять фильм, действительно, фильм будет называться «Сатанизм», вот, судя по всему. Мы уже записали к нему звуковую дорожку, фильм будет выглядеть, как смесь между собой, скажем, внешне несвязанных кадров, которые воплощают реальность, которая вокруг нас. Кадры должны мелькать с такой быстротой, что... Ну, то есть, если, так сказать, кто знает, это должно выглядеть, скажем, в кинематографе, как вот музыки, допустим, играет группа «Наполмдэс». Вот. Чтобы человек, который, допустим, это вынес до конца, вот, минут сорок, допустим, чтобы вот там привязать кресло, там, или еще как-то, то есть вышел полностью с остержанной крышей, вот у нас даже... Так что я не знаю, вот, удастся это воплотить или нет, у нас нет уникамер, никаких условий для этого. Ну, вот, но возможно, что мы когда-нибудь это сможем все-таки сделать. Вот. Как ты смотришь на Урлаков такой вопрос? Ну, то есть, это понятно все. И так, то, скажем, ясно. То есть, реальность такова, что без этого вы смеете. Вот так, вопрос такой последний. Егор, твой брат, говорил, что, возможно, ваше сотрудничество, реально. Вот. Ну, мы с ним разговаривали довольно давно, наверное, полгода назад. Он сейчас занимается тем, что... Ну, с одной стороны, он играет музыку абсолютно не ту, которую играем мы. Мы собирались с ним воплотить вот в плане коммунизма или какого-нибудь еще авангардного проекта, вот, скажем так. Наше сотрудничество возможно только в этом. В плане гражданской обороны это никак, конечно, невозможно. Вот. Потому что он подходит к музыке, с одной стороны, как человек джазовый, а с другой стороны, как человек, воспитанный на классике, причем классике авангарда 20 века. Вот. И поэтому я не знаю, то есть, каким образом это наше сотрудничество удастся. Возможно, что это удастся, причем даже вот у вас в городе Киеве, потому что Володя, устретитель концерта, собирается устроить концерт, видимо, в сентябре или в октябре совместно три и наши. Вот. Ну, я не знаю, как ГО мы больше уже, в общем-то, не играем, но возможно, что мы, как коммунизм, соберемся и сделаем, как бы, нечто такое общее. Вот. Но это, кроме курьеза, я так думаю, что ничего ее не будет собой являть. Кстати, вот, к вопросу о Башлачеве, вот, песня, которую я сейчас, так сказать, исполню, она, хоть внешне, в общем-то, и не похожа ни на какие башлачевские вещи, как мне кажется. Она навеяна Башлачевом. Она когда впервые услышала концерт Новосибирске в 85-м году, и после этого пришел домой, очень долго, там не спал, где-то 4-3-го ночи за такую песню родился. В мокрой постели голые тела нашли, черный отдел, хлопнули двери, гости куда-то ушли, Я не хотел. Вот еще песня одна навеяна. Башлачевом, я услышал песню его на фронтах мировой поэзии «Люди честные, все святые». То есть одна из моих любимых песен у него, вот, и вот такую песню написал. Это было в Москве. «Люди честные, все святые, все святые» Ну, мне кажется, что нет. Вот по-настоящему, если по большому счету, если, ну, не знаю, не то, что, скажем, там, героически выражаться, честно, нечестно, но если вот честно, в общем-то, относиться к реальности, то, видимо, так. Это для каждого, в общем-то, свой выход. Ну, я в этом смысле экстремист. Считаешь ли ты свое творчество мистическим? Смог ли ты согласиться с тем, что Янка-видьма? Вот. Вот со вторым вопросом могу точно согласиться совершенно. То есть если так вот честно говорить, я считаю, что... Я, в общем-то, мистик, по большому счету. Я верующий человек, причем верующий, так сказать, как бы сказать. Но с точки зрения христиан, я не просто не грешник, а, так сказать, вообще. То есть меня просто убить надо, покарать, потому что, так сказать, я сатанист просто. С точки зрения христианства, скажем, ортодоксального, там, и прочего дела. Вот. Я действительно верующий человек, и вот верю, скажем, там, причем не то, что верю, даже в некотором роде, может быть, и практикую, там, некие магические дела, потому что у меня некое отношение к тому, что то, что собой являет рок, или, ну, мое личное отношение к тому, что собой являет рок, это некое такое, скажем, магическое действие. Вот. Это некое действие, в котором устраивается некий такой, как сказать, волшебный праздник. У меня песни очень многие про это, намек на это. То есть когда ты на сцене или когда ты в зале, это по правде большого счета не влияет, потому что я сам на концертной конструкции по выживанию, или там вот ВВ группы, которая мне ужасно нравится. То есть я прыгаю, это некое такое действие, по-настоящему волшебное. А то, что сейчас просто происходит, вот эта гомозня вокруг рока, просто привело к тому, что этот праздник кончился. И сама идея этого праздника, она в масте полностью уничтожилась. Поэтому у нас никогда не будет никакого выстока уже больше, это совершенно можно точно говорить, вполне определенный. И вообще не будет то, что выстока, никакого там, даже Подольска там, про который там речь. А вопрос в том, что там Янка ведьма, то есть она то же самое, то есть она практикует некие вещи, скажем, там, мистические, магические и прочее. Так что я не знаю, как его там называть, ведьма не ведьма, но вот есть такое. Вопрос. Егор, как вы относитесь к БГ сейчас и как относились раньше лет, 10 назад? То есть был же он для вас послом рок-н-ролла. Но сразу могу сказать, что к нему по большому счету отношусь хорошо. Потому что это человек, который нечто такое создал, на всяком случае то, чего здесь не было. Почему я его сейчас не уважаю, потому что он не смог бы с твойной закончить, как бы шлачев. Потому что ему нужно было, в принципе... Ну, мне кажется, у меня такая, в общем-то, и есть идея, то, что мы с Мамоном расходимся в корне. Я считаю, что для человека, любого творческого, там, ну, без разницы, там, кто это, рокер, не рокер, но любой художник. Если он занимается, скажем, там, ну, любой, скажем, творческой деятельностью, рано или поздно у него будет некий выбор. Либо идти за край того, что ему дано, и бросать решельником. Либо остаться здесь, но остаться под лесом. Вот так вот. То есть остаться крайне циничным мертвым человеком. И заниматься попсой, загребать бабки и так далее, и так далее. То, чем занимается практически большинство команд 60-х годов, которые до сих пор играют. Все Kingston, Breath of the Dead и прочее. То есть те, кто не смогли перейти эту грань. Потому что у каждого художника, кто честно занимается, кто создал что-то хорошее, так сказать, или настоящее, у него рано или поздно будет этот выбор. А БГ этого не сделал. Вот поэтому у меня к нему, с одной стороны, отношений, как к некому художнику, который в свое время сделал, очень много. А с другой стороны, как бы некое отношение, с одной стороны, к сожалению, с другой стороны, как бы, ну, не то, скажем, презрение, но некое такое отталкивающее чувство, как к человеку, который предал свою сущность, скажем так. Потому что он мог, в общем-то, уйти. Вот если еще что сказать, что вот меня коробит то, что, ну, с одной стороны, понятно, то, что там советскую действительность, там, или в русскую, там, реальность, или еще какую-то, принес, там, западный рок, там, переводы текстов Дилана, там, Терекс и так далее. Но, с другой стороны, он же под этим не подписывается. Вернее, он подписывается под текстами, которые не его. По большому счету, то, что он делал, это был популяризатор настоящего, скажем, там, ну, западного, там, урока и так далее. То есть он очень хорошо знал английский язык и переводил текста очень хорошо. Он это сознается, он это в интервью говорит постоянно, то, что там Патти Смит снимает, и то, что он там снимал, там, и Боба Дилана по строчнике, и Моррисон, и так далее. Вот у меня вот как бы несколько коробит то все-таки. Потому что лучше все-таки, мне кажется, хоть говно, но свое, чем конфетка, но не своя. У нас очень много этого символа встречается. И у Ромыча, и у Янки, и у меня Красный Смех. Такая группа армия Власова есть, но у Омска, даже не Омска, наверное, уже такая, полутюменская. Это то, чем занимается Манагер, тоже панки. Вот. Но по большому счету, это все навеяно рассказом Леонида Андреева Красный Смех. Вот. Как некий символ. Но этот рассказ, я считаю, как бы, в своем роде, ну, типа манифеста того, чем мы занимаемся. Песня Ромыча. Покидает свое тело, как пожарище в смертном бою. Наблюдая, как тональность, уходящую виру свою. Меня постоянно спрашивают, там, москве, то есть она почему-то ассоциируется, особенно почему-то, двесниками. Песня политическая или еще что-то. Вот я вот расскажу, как я ее сочинил. Я смотрел очень долго телевизор, и мне было просто... Сочинил ее и так, мне было страшно, хуево, не помню почему. Но у меня почти все песни, в общем-то, рождаются в состоянии очень таком. Я смотрел, там, телевизор, не помню, какое-то там дерьмо. А после этого я пришел просто в комнату и сел, и у меня до такой степени, вот у меня, как бы, пошел такой поток изнутри, что я взял и стал просто подряд записывать. Она, по-правде, очень длинная была, первоначальная. То есть эта песня, она написана не от имени меня, а от имени некого человека, который не просто устал, а которому вот крайне, даже не то, что херово, а когда вот человек просто бывает, вот, скажем, там, русский человек, нажрется страшно, на похоронах или еще где-то, если стоит, там, допустим, придет домой, начинает кулаком стучать по столу и петь просто то, что в голову придет. То есть песня именно такая. То есть песня там не про Ленина никакого, там, никакой не коммунизм, никакой КГБ, а именно о том, какой человек, то есть даже не о том, а от имени человека, который приходит домой и начинает просто, скажем, там, кулаком стоять, там, по столу стучать, там, или голову, там, на руки повесить, начинает просто так вот это собирать и так далее. А за окном, скажем-то, по большому счету, именно вот идет некая такая машина, как бульдозер. Потому что все оканчивается, все идет по плану, вот так вот, по большому счету. Потому что вокруг этой песни, вот, я то, что объясняю, столько вот навешано было, там, каких-то лозунгов политических, каких-то там философий, то есть это просто... Песня совсем вот что-то не про то. Вот вопроса такого не было, просто сейчас вот еще, раз так хорошо у нас тут, хочу сказать, то, почему, скажем, вот эстет нас не воспринимает или воспринимает нас совсем не так. Я вот так говорил, в общем-то, то, что дело гражданской обороны, это, в общем-то, не музыка, я до сих пор на гитаре-то играть не умею. То есть это вообще к музыке отношения никакого не имеет. И просто в моем понимании рок или там вот панк, почему мы его, в общем, то, что делаем, это близко к панку или там почти всегда панком является, по большому счету, когда мы в зале играем, это некое действие, это некий праздник такой, в котором, ну, должно быть, как бы сказать, праздничное, причем экстремистски праздничное, то есть насмерть, в общем-то, и тем, кто играет, и тем, кто, так сказать, в зале находится, вот и все. То есть я все песни, которые то, что сочиняю, сочинял именно таким вот образом Поэтому можно там голос сорвать, можно не тот аккорд взять Это по большому счету ничего не влияет И я отношусь, почему мне спустим ВВ нравится там Или там инструкция по выживанию нравится Или там та же самая, там Янка нравится Потому что по большому счету это не имеет отношения к той музыке К тем Кримсонам многочисленным Ну прочему, так сказать, дерьмо, которое там из рока вышло Так, Егор, если так можно выразиться Визитная карточка групп Все идет поплавно, звучит сейчас на кассетах Просто под гитару среди песен Такие группы, как Любе, Мираж и т.д. Как ты к этому относишься? Тебе еще не заебало ее петь А как ты относишься ко всем этим прихлопываниям и притопываниям? Это не попс? Нет, это не попс Все прихлопывания, это вообще нормально Я не знаю, какой концерт может быть, когда приходит человек в зал Один человек играет, а другой человек сидит, слушает Это до такой степени глупейший Что просто вообще Я не знаю, в мое личное отношение Я лично сам как я определяю Если прихожу на концерт, допустим, в какой-нибудь группе, которая мне нравится Допустим, я там К.Е. из Пикбалтики Если она мне нравится, начинаю прыгать и орать просто-напросто Потому что эта группа, скажем, хорошая И мне, так сказать, освобождается что-то умнее изнутри Если она мне не нравится, так я просто концерт уйду Но какой смысл сидеть, глупо слушать? То есть это глупейший фрус наук Вот у меня такой знакомый был Боря Лобковский Это московский такой авангардист У него такая теория Что, допустим, музыкант получил некую, скажем, энергию из космоса Или еще куда-то Переварил ее и, скажем, нецензурно выражаясь, выставил ее в какой-то, так сказать, объект Песни какой-то или еще в какой-то музыке То есть после этого, допустим, мы... Пустим какой-нибудь там, ну, не знаю, Моцарт какой-нибудь После этого еще оркестр через себя перерабатывает, через дирижеров Еще высирает, так сказать, уже вторичное Потом еще приходит публика на концерт Где-то уже третичное говно жрет, так сказать Потом еще дома приходит и так далее То есть я вот этим не занимаюсь просто-напросто Потому что, ну, я не знаю, я к этому стараюсь отношений не иметь А по поводу того, что, так сказать, вот наши песни распространяются среди гопников и так далее Так я уже об этом говорил, но это не наша вина Потому что, ну, если сочиняешь песню, скажем, там Вот в некотором роде мы постарались последние четыре альбома от наших Вот Armageddon, Pops, Русское поле экспериментов записать таким образом, чтобы у нас среди гопников не ходило То есть мы писали принципиально гаражное, очень плохо Чтобы находил среди тех, кто, скажем, сможет слушать резуляционное грязное звучание А по поводу ранних записей, ну, так вот вышло, что, так сказать, они еще сравнительно хорошо получились Вот, и что, так сказать, можешь слушать какое-то там среднее масса населения Вопрос такой Ты сказал, что рок это разрушение Когда мы тебя слушаем, мы разрушаемся Я не знаю, что человек вот воспитывает, когда слушает У каждого индивидуально Я, в общем-то, пою, как бы, по большому счету, я вот пою и сочиняю для таких же, как я То есть у меня вот такое чувство То есть я вот не думаю там про других людей Вот, но когда, допустим, я сочиняю, это приведение в себя состояния, ну, нуля Когда там можно, ну, когда уже нет такого понятия, там, живешь, там, или умираешь И когда, уже, так сказать, на грани или за грани, в общем-то Ну, это, в принципе, разрушение по человеческим понятиям Потому что, если, чем дальше этим занимаешься, и чем дальше ты идешь, тем тебе меньше человеческого остается Человеческого, по большому счету, вот только принято, скажем, в Марсе Вот, вопрос такой, здесь очень плохо написано Егор, я тебя очень уважаю, но все же ответь, пожалуйста, как ты, видя все это, еще жив Я хочу, чтобы ты жил Вот, вот вопрос, вот насколько там ты живой, неживой По большому счету, у тебя не зависит Потому что я, например, вот, подхожу к этому так Что я, допустим, делаю, пока я еще могу что-то сделать Когда я просто пойму, это, видимо, очень скоро наступит Что мне уже сделать нечего, я уйду Но пока я этого не почувствовал, то есть я должен, как бы сказать У меня такое чувство, что каждый человек здесь существует для того, чтобы сделать некую маленькую работку Вот, в чем эта работа заключается, это неважно То есть, по большому счету, там человек может стул сколотить Может, там, ботинок починить, а может, песню написать Вот, последствия этого бывают неограниченные Потому что, что с твоим, как бы, неким действием То, что ты там на улице прошел Или, там, то, что ты своей жене сказал Или то, что ты песню написал Впоследствии это в веках, то есть это глобально совершенно Вот, главное, чтобы все было, вот, по большому счету, если просто выражаясь по кайфу Максимально по кайфу Для человека, вот я, например, стараюсь сделать так, чтобы Вот, не делать мне необходимых действий То есть, делать только то, что не делать не могу Поэтому я большим, вот, большее, скажем, время, там, дня Я хожу обычно дома, когда живу Либо по кладбищам, либо по лесам хожу Благо они у меня рядом просто с домом Вот, просто, то есть вообще ничего не делаю в обычном таком понимании Либо иногда, там, раз в неделю сочиняю, там, песню или что-то еще Обычно, там, ну, в основном просто гуляю, там, или куда-нибудь езжу, там, по лесам и по горам То есть я вот так, ну, вот А когда просто я пойму, что сделал все, что я мог В этих песнях, там, или чем-то еще То есть это, видимо, будет конец, и все Как и кончился Ливанов, там, или, там А это может произойти случайно, может, меня машина забьет Тут не имеет смысла прогнозировать, как это будет, там То есть сам это сделаешь, не сам, там, то есть Хочешь ты жить, не хочешь ты жить Вот, если так, по большому счету, взять, то я, в общем-то, жить не хочу Вот, просто здесь занимаюсь тем, что, так сказать Ну, просто должен это вы до конца сделать, и все В общем Вопрос Егор, расскажи о своей школьной юности, я по себе Фух Ну, школа, самое, наверное, страшное, что я в жизни испытал вообще Потому что я в школу в 8-м, 9-м классе, в 10-м вообще не ходил Вот И единственное, что как вот, так сказать, получил часа, потому что в психушку пошел Вот, и взял бумажку в том, что я, скажем, ну не могу себя в обществе нормально вести Вот, и поэтому меня заставили за счеты сдавать за неделю, и все Вот, то есть это вот самый такой период у меня тяжелый был Вот А потом мы Вот А потом я уехал в Москву То есть у меня была такая, как бы, безумная идея Я думал, что я найду, как бы, некую свою общину Как бы, некую литусовку именно своих людей, которые там Ну, как такой, как бы, некий рай Вот Я поехал в Москву, там, ездил по стране очень долго Вот, разумеется, ничего этого дела не нашел Вот А в 82-м году в Москве начались большие неприятности с КГБ Тогда время было очень тяжелое И меня натуральным образом выставили в Омск Вот, и тогда я собрал свою команду Вот, это был посев Мы играли вот Кузе О, наш басист, который сейчас в Питере живет Вот Мы начали вот играть Причем, по идее, мы не были никакие, ни панки, в общем-то, ничего Мы скорее были хиппи Вот То есть я до сих пор, у меня остался как То есть у меня до сих пор любимые все команды Это команды 60-х годов То есть у меня самые любимые, это Kings, там Команда, там, Great Full Dead, Дорс и так далее Это считаю, что это самое круто, как MC5 и прочее Вот А мы когда просто начали играть, так или иначе Мы не слушали, мы не слышали никаких никаких Кейсапс, не Эксплодит, там, и тем более ни Джи Би Эш, никаких хардкоров Просто то, что мы начали играть, это было По агрессивности, сразу же в разряд фланка можно было занести То есть мы начали принципиально грязно играть, очень жестко Вот, мы просуществовали таким образом два года Записи не делали практически, только записывали репетиции Вот, а потом мы просто, это все, так сказать, дело Плавно перешло в гражданскую оборону После некоторых смен состава и так далее Вот Ну мы таким, вот, по большому счету То, к чему я сейчас пришел Это, опять же, типа посева нечто Это некая такая тусовка музыкантов, именно своих Которые записываются принципиально дома Которые играют там на кухнях Вот, под гитару Или там дают домашние электрические концерты Или какие-то концерты в подвалах Вот, к сожалению, у нас подвалов СССР нету В которых можно играть То есть, концерты практически не устраиваются Кроме Киева, там, Москвы, где мы играем И там, Сибири, то есть, больше городов нет В которых можно, в общем-то, нормально давать концерты для своих Да и своих, в общем-то, мало По большому счету, как оказалось Вот Кузеон, естественно, считает, что Если всех своих Со всего концерта, ой, со всей страны, так сказать, как бы это Уплотнить, по большому счету То это получится государство, типа Люксембург Или Монако такое Вот так оно и есть Потому что, вот сколько я езжу по стране Постоянно встречаю всех своих же То есть, постоянно одни и те же лица на все концерты То есть, это по большому счету То есть, мы вертимся вот внутри, как бы, самих себя Потому что все свои меняют одни и те же пластинки Слушают, ну, более-менее музыку, которая общая для всех Но это очень мало людей, как ни странно Ну, так мы и сдохнем Так мы и сдохнем, да Егор, а можно я с тобой поиграть? Пожалуйста Так, сейчас я еще отвечу кое-что Егор, как ты понимаешь идею анархии? Вот в моем понимании, вот анархия, это типа вот китайского понимания гармонии Это когда каждый человек находится на своем месте То есть, один человек, допустим, должен соседать Другой должен разрушать То есть, если каждый действует по кайфу По максимальному кайфу внутреннему Тогда не будет у всех хуйни, которые вокруг То есть, не будет комплексов Не будет там каких-то, скажем, вот то, что пошло там от конфуции От цивилизации там и так далее, от европейской Это то, что Буб Марли там понимал Там через вот этот Растафарай, там свою религию То есть, это каждый находится на своем месте Вот Это анархия По большому счету, это, в общем-то, не анархия Это общая гармония такая большая Это где каждый на своем месте Ну, это не обязательно рай Но это как бы некая община, скажем, такая Вот это мое понимание анархии Это я, причем, вполне, в общем, конкретно понимаю И вполне, в общем-то, реально Что этого быть не может Тем не менее, я анархист Потому что я считаю, что как раз веровать стоит в то, чего быть не может Я в этом году записал летом свой сольник такой, называется Прыкскок. У меня группа называется теперь очень скандальная, то есть не Гражданская оборона, а очень такое скандальное название. Группа называется Обизденевшая. Не более, не менее так. Вот мы этим летом записали сольник Прыкскок, вот я кое-что из него спою. Но это, в некотором роде сейчас песня так не слушается, потому что все песни исполняются только одними голосами вообще. Песня, это не совсем песня моя, она отчасти подчеркнута из такой, скажем, русской такой, шаманской деревенской поэзии. Из какого-то сборника, непонятно где нашел, вот фразу поет, рыжечек по лесу ищет рыжечек рыжее себя. Это заклинание, которое на смерть. То есть это колдуны в деревнях, которые заклинали, скажем, нужно было человеку уничтожить или умертвить. Эта песня представляла собой как бы некое заклинание на умиршление человека или на несчастье ему. Вот, я некоторую строчку оттуда, так сказать, поимел. Ходит дурачок по лесу, ищет дурачок, глупее себя. Ходит дурачок по лесу, ищет дурачок, глупее себя. Еще одна песня-инструкция по выживанию, она мне ужасно просто нравится. Такая песня очень хорошая. Все пройдет, называется. Прекрасная ночь, Влюбленная пара, Цветы и сирень, Обычные предметы быта. Что ты думаешь о погибшем Цоя? Мне очень нравятся его песни ранние. Особенно алюминиевые огурцы, там вот эти вот. Я посадил дерево, там, посадил дерево. Мне эта песня просто ужасно нравится. А в последнее время, ну как бы плохо отзываться о мертвых, но у меня такое, как бы, вот ощущение, что... Это, с одной стороны, трагично, с другой стороны, комиссионно, наблюдать, как, допустим, советский человек, когда он оказывается в ситуации известного, там, человека или, там, звезды, начинает из себя играть такого, американина. Понимаете? То есть начинает, как бы, это... Вот такой иметь, как бы, имидж, как бы, должен себя известить, там, в Западе. Вот это, с одной стороны, вот это очень печально, с другой стороны, как бы, в некотором роде и комично. Это то же самое, что касается Горьбинщикова, там, и так далее. То есть, я просто, то, что я, вот, лично, или созрел, там, в Ленинграде, или в Москве, всех этих людей, Шевчука, того же самого. Но, когда эти люди начинали, это было, вот, по-настоящему, это одно. А когда они, вот, включились в эту машинку, вот, которая, московская, там, или питерская, которая, вот, скажем, занимается нашим роком советским, это просто ужасно. Потому что у нас, по правде, вот, наш попс, вот, наш попс организаторский, там, какой-нибудь, там, концертный, московский, питерский, вот, в общем, ну, не знаю, в общем, занимаются центра. Это гораздо страшнее, гораздо, в общем-то, говнее, чем, вот, западный попс. То есть, это то, что западу вообще не снилось. Потому что, если у них это просто бизнес, то у нас это, кроме бизнеса, у нас это еще, с одной стороны, понтьяра, с другой стороны, эстетика, там, ну, и так далее, на это дело накручивается. В результате, вот, например, вот, ну, я не знаю, вот, в Питере, я вот просто, сколько-то я пожил, допустим, прошлый год, посмотрел, что у них в руку, и творится, это просто вообще крутня какой-то. Это даже, нет, уже даже и не комично. Это то, что, вот, Сергеич наш директор называет, карибская действительность, ну, вот, такого плана. Вот, ну, в результате, у меня, когда узнал о гибелицое, у меня, с одной стороны, какие-то грустные, конечно, были там дела, причем грустные по поводу старых дел, которые, в общем-то, давно закончились, старых песен. А с другой стороны, вот, у меня, вот, у меня какой-то, вот, очень неожиданно, циничное такое отношение ко всему, это, в общем-то, получилось. Не знаю даже, почему. Ну, то есть, это умер, не живой человек, в моем понимании, а умер, как бы, некий такой символ, символ такого попса, вот, московского, ленинградского. Я лично лицезрел, как в Москве огромные толпы народу, там, человек по 500, ходят по улицам с рамками черными, со свечками в руках, со знаменами, там, вот, такой план. Ну, это, ну, как, я не знаю, в этом всем, вот, это даже и не страшно, и не горько, и не смешно, и не грустно, вот, как-то, ну, я не знаю просто, то есть. Мне просто было крайне не по себе, просто, когда вот все это, вот, видел. Вопрос такой, прям, несанзурный. Нахуй вы распались. Когда ты поешь один, при всем моем уважении к тебе, действительно, ощущается нехватка кого-то еще, то ли, то ли музыки, то ли еще чего-то. Соединяйтесь, я считаю, какие бы обстоятельства ни были, надо бороться против всех войн. Вот, я вот, вот почему я поставил все, и так далее. То есть, просто праздник кончился. То есть, это было все очень хорошо, когда это все было в 86-м году, когда там все, даже на каком-нибудь наутилуще во время песни, там, маш-маш-левый, когда все стояли, там, руками махали, когда для всех это было, как бы, одно. Сейчас праздник кончился. То есть, это в воздухе витает, это все, это конец. То есть, мы не распались, как люди. То есть, мы будем записываться, видимо, под разными названиями, чтобы не было вот этого попса вокруг нас. Вот, то есть, это будет, видимо, продолжаться. Возможно, что мы будем еще играть в каких-нибудь подвалах. Ну или вот таком, как ДК, для глухих, или как он называется. Вот в таких же местах, когда еще понятно, когда там собираются свои. Лучше в зале пускай будет 10 человек своих, чем огромная толпа вот эта, которая там, ну и московская, питерская, любая еще. Вот такой вот. И вот поэтому просто вот то, что я сейчас играю, я вообще вообще-то не хотел не выступать, ничего, просто вот здесь оказался в Киеве. Мне было просто приятно для своих, в общем-то, спеть, может, новую песню, может, кое-что из старого. Вот у меня вот такое, как бы, к этому отношение. Возможно, что мы не распались, как люди. То есть мы поддерживаем отношения, мы будем записываться, мы, в общем-то, живем все вместе, как одна коммуна. Просто если будут такие возможности, у нас же, вот, допустим, в Штатах или где-нибудь в Европе, у них система подвальщиков человек на 100. Когда приходят туда, допустим, панки или там какая-нибудь команда, которая хардкор играет, и там приходит тот человек, но именно тех, кто человек, которые придут на эту команду. То есть, допустим, играет какой-нибудь экстримной стеррор, там, напалом дэстом, или какой-нибудь еще, там, я не знаю, там, вплоть до какой-нибудь инструкцины наибаута. На них придет человек, который их знает. То есть не придет левый человек. Он, в результате того, что делается у нас, у нас огромные маленькие залы. У нас маленьких залов просто в стране нету, к сожалению. То есть, например, вот в Киеве нету маленького залов, в Сибири нету маленьких залов. Только какие-нибудь холлы, общаги, там, как конструкция по выживанию играла и все. К сожалению, нет вот этой системы, вот этих маленьких залов, в которых могли бы играть вот эти вот группы, скажем, там, для своих, именно для своих. Вот такого. Вот, и поэтому я просто, я вышел из, скажем, вот, из вот этого, вот этой машинки попсовой, там, московской или питерской. То есть мы в этом смысле для них-то мы распались, потому что мы там больше не принимаем участия. То есть мы не играем больше на фестивалях, мы не играем больше, не даем больших концертов, там, тысячных залов. Вот, возможно, что мы будем играть, вот, если будут какие-нибудь пан-клубы маленькие, какие-нибудь, там, подвальщики или что-нибудь еще такое, мы с удовольствием, в общем-то, поехали, вы выступили, и Янка тоже. Так что мы, по большому счету, мы, может, еще и будем продолжать. У меня вот, у меня давно идея, мы хотим дать зальник коммунизм. То есть еще у коммунизма группы не было ни одного зальника. Мы решили его дать в квартире принципиально. То есть это концертник будет именно квартирный, в котором будет, может, человек 15-20. Вот. Причем сделать таким образом, что как бы входных билетов нет, а входной билет, допустим, это бутылки водки была бы. Вот. В которых, допустим... Да, в которых, допустим, собрались бы на концерт, зато все свои. И для всех бы был, так сказать, праздник, по большому счету. Устроить концерт, который продолжался бы до тех пор, пока все не упадут просто-напросто. Вот. И все. Так что вот, возможно, где-то сделаем. Спасибо.